Доброе утро! Мы едем в Нидерланды Ехать нам 300 км Почти к самому морю Смотреть за бронированную Шкоду Которая появилась буквально-буквально Поехали с вами посмотрим Все, 300 км Игорь считает дни Я каждый день захожу на почту Посмотреть, или не пришла карта моя Чтобы не считать эти дни Не поймать депортацию Тоже такое унижение, ребята, эти дни Вроде без виз И в то же время считаешь дни Которые тебе Разрешили Быть в Европе Друзья, для вас 2 минуты, а для нас 3 часа Площадка открытая Никого нету Прям симпатичная, да? Коры такие неизвечайные Цвет красивый Какой красавчик Меганчик, ребята Ого 13666 Посматриваем машину Взяли ключики Всего лишь за 100 долларов Зато шторки есть, смотри А по сути Ты не пользуешься ими По большому счету Слушай, она аккуратно Чистая такая Заказка А ты заметил, что у него Давай стойки пройдемся, Игорь А ты заметил, что у него хорошие машины все? Вот посмотри, чем человек занимается Мне кажется, ему какой-то хлам всунуть Невеально Он не покупает хлам Понял? Он, видно, на свой рынок рассчитывает Понял? Ты не крутая, наверное, я не понимаю Не, ну просто у него соседи хорошие Ему в глаза хочется людям смотреть Ну, ориентированно Вот как ты Ты хочешь людям в глаза смотреть? Смотри сценикой хороший Все, у нас стоечки целые Не именно с кузова А именно со стоек надо начинать С основой Правда? Я смотрю, болты все не крутились Сто семьдесят Тут сто семьдесят Капот не знаю Сто двадцать Не, завод Вот, вот Завод Расширительный, чистый Масло В норме Ну, ребята Шкода, конечно Я вам скажу Дает ощущение Это ремень Все нормально А они покрасили только эту часть Да, я скажу И все И то бишь поклевки Сто шестьдесят Сто шестьдесят Сто семьдесят Сто семьдесят Сто двадцать шесть Сто шесть Девяносто восемь Сто десять Завелась хорошо Чуть-чуть ремень погудел Да, ребята Видно, что хорошая машина Сейчас сделаем тест-драйв, ребята Ну что, ребята Скажешь Шкода, конечно Не Меган Это точно Состояние этой машины Хорошее У нее есть история У нее один подкрас Без шмаклевки Выглядит она Очень-очень классно До своих годов Двенадцать лет Класс, правда? Да Не, машина Просили говорить Смотрите, где мы Город Дакум Хорошая Шкода Ну, мне нравится Сейчас пытаться Будем торговать Конечно, цена Но Друзья, хочу вам показать Специально Смотрите Мерседес, который мы смотрели За четыре Сочет Да? Смотрите, сколько продано Девять девятьсот пятьдесят Внимание Пятого года С пробегом Пятьдесят Восемь тысяч Пятьсот Это, ребята Нидерланды Вот так Друзья, смотрите Своя техстанция Сам Работает Продает И посмотрите Какая чистота Вот Просто Приятно Зайти Так Ну что Долго мы с ним Торговались Он Особо не уступает За нее Машина Классная И я вам хочу сказать Посмотрели Почему они в Германии Пробеги, ребята Это и пробеги Пробеги Конечно Вот примерно Вот такие пробеги Уже цена Семь Семь Шесть В общем Мы ее зарезервировали На два часа Едем сейчас Смотреть еще один Тусон И будем решать Вы знаете, ребята Мы сейчас едем Еще одну машину смотреть И буквально Принимаем на ходу Решение Брать эту Шкоду Или не брать Нам позвонил человек Что ее хочет Перекупить С Германией Я не знаю Каких целей Может себе Машина действительно Очень достойная И По мониторив Цены Да, есть дешевле Но пробеги Триста Триста Сорок Но Игралось В Сайде Да 600-700 евро 600-700 евро Ребята Вы понимаете Совесть человека Стоит 600 евро Вот 600 евро Да Можно купить На 600 евро Дешевле Скрутить пробег Но если пробег Уже под 300 Там 1000 евро Да А там уже еще больше Там еще больше Зазора Понимаете И потом мы на рынок Выходим с этой Шкодой 10800 С честным пробегом 190 А человек выходит на рынок С цифрой 10 9900 Со скрученным пробегом Очень хозяин Любил эту машину Это видно Что он прям Диски поставил Красивые Резина Хорошая Обслуженная Такая Хорошая машина Мы почти приехали Ребята Очень популярно В Нидерландах Очень просто Ставится Крутик Металлический И натягиваются Гирлянды В форме елочки Вечером Смотрится Сказочное Человек Вы сразу Нам ключи Вынес два тусона И говорит Ребята Тут покатайтесь Смотри какой гольфик И на дорогу Не выезжайте Все И ушел Мы увидели Что крашеный капот Сразу Ну Решили Уточнить 215 200 200 200 200 Ну без Шпаклевки Чается Иногда везет Иногда не везет А вот второй Тусон Бачик угадал Так Вот второй Ребята Ну Похоже Полировали Ну давай Проверяй Проверяй Поехали Родной Да пока Родной 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 Диски Новые Резина Новая Резина Новая Вообще Стоечки Стоечки Сразу Тут Нет Завод Еще Такое Нормально Нормально Да Все зовут Просто А подкрас Без шпаклевки Да 150 130 140 140 Да Зазоры Нормальные Монитор Стоит Потолок Аккуратный Классный Нидерландский Машин Новая Запаска Не снималась Игорь Ни разу Как может Автомобиль Ни разу Не пробить Колесо Какой год Это Игорь Восьмой год Ну как А это По обрывала Вот эти Штуки Да Короче Мне эта полка Вообще Не нравится Просто Пусто Так Смотри Царапина Какая вещь Да Игорь 16000 Евро Соренто Нравится Мне эти покупки Игорь у таких Людей Вообще Я Обалдею Честно Сейчас Секундочку Посмотри Какой БМВ И посмотри На это Произведение Искусства Игорь Посмотри Тюни Я Не буду это Комментировать Да 35000 999 Такая Вольво 37000 Ой Игорь Иди сюда Это Прям С этой С выставки Посмотри Игорь Берем Сколько Она Стоит 56 999 И Понимаешь Что Да Ладно В этом Внутри Нам точно Тут Нечего Покупать К сожалению Но эту машину Я бы Пригнал Блин Ехал бы Без крыши Одел бы Шапку Ушанку Игорь И прям Ехал бы Шарфом Замотался Б Очки Одел Парашютные И вперед Я думаю Тут Все Продумано Ветром Особов Не Задувало Понакупался Машин Я Дивюсь Пошла Настя Ребята Кроме Что Хорошая Машина За Хорошей Машиной Честно Я ничего Не Бачу Купили мы Тусон Мелкие Царапины Черный Цвет Все Таки И Вот Здесь Царапинка На крыле А так Машина Вся Целенькая Все Мы поехали Второй Тусон Крашеный Много Крашеных Деталей Поэтому Мы его Не Рассматриваем Ну что Мы едем Едем Куда Мы едем Павел Едем Буду Шкоды Все Таки Мы Решили Друзья Вернуться К Шкоде Запала Она В душах Ну реально Классная Машина Реально Друзья СНГ Я к вам Обращаюсь Перенимайте Пожилая Женщина Ну скажем Женщина Взрослая Скажем Переходила Дорогу Мы остановились Все пропустить Она С офигенной Улыбкой Подняла Руку Поблагодарила И прошла Я в принципе Всегда так делаю Но Хотелось бы Чтобы у нас так было Прямо вот это вот Минимальное Обожение Да Взгляд Вот вы знаете Я вот еще раз Еще раз Рассказывайте Своим детям Учите Я учу своего Переходишь дорогу Найди Глазами водителя Прямо лицо Увидь И увидь То что он Видит тебя И это Безопасность Это для безопасности Не просто Иди я на пешеходном Переходе Я всегда прав Если не жалко Помаши ручкой Поблагодари человека Что он тебя увидел И пропускает А не посадил на капот И И больницы Это для безопасности Ребята Вот честно Я вот своего сына Учу Для меня это была Швейцария Я когда увидел Как дети Переходя дорогу Мне все махали И улыбались Вот Нидерланды Пожалуйста И это кому-то Возможно Спасет жизнь Просто Посмотрите на водителя Что он в этот момент Не ругается с женой Не смотрит На магнитофон Или не пишет Кому-то смс Понимаете Вот увидите Что он смотрит на вас Это легко Его видно всегда А если он вас увидел Тогда поблагодарите Его поднятой рукой Не увидел Пусть лучше проедет Подождите Да Пусть допишет Своё сообщение Кустарый трактор Чистит лес Чистит лес Да Мы Взяли этот тусон Ребята Очень короткий осмотр Честно вам признаюсь Проверили стойки Проверили Да На лакокрасочное Завели Тест драйв Время жмет Потому что Нидерландец Очень пунктуальный В нем это чувствуется Во всем Да И гараж И он типа Через сколько вы будете На часы посмотрел Так хорошо Окей Я вас буду ждать Мне там нравится Они не подведут Они не продадут Эту машину Вот это Это классно Это не так как Я ехал в Амстердам Приехал А он Сори Продал Как это так Я же приехал Уже Да Так что Или как С фурами Тоже Кто быстрые деньги Даст Тому Продал Вот Поэтому Мы сейчас Возвращаемся Опять В Шкоде В Шкоде Час езды И будем Ее Попсим Смотрите Нидерландские На магистрали В Топус Мы едем в низине Сверху вода течет То есть Получается Мы Вот такая вот Впадина Мы въехали А сверху Канал Прям мост И вот По гуглу Смотрим Сверху Вода течет Как они это все Реализовали Я не представляю Вы представляете Мы внизу Вода вверху То есть Там плавают лодки Да Там баржа приехала Баржа шла Баржа шла Над нами Баржа проплыла Фантастика Какая-то Смотрите Ребята Мост поднимается Как Какая установка Нидерланды Моя любовь Нравится Мне эта страна За 600 метров Шкоду все-таки Решили брать Сейчас Едем Забирать тусон Документы Пришли на него Нам скинули Кентаги-карт И мы едем Гоху Все Наше видео Начинает Превращаться В дорогу домой Да? Все Погнали Вдоль побережье С тобой Катаемся Раз Два Три Четыре Ряда Здесь Слева Еще Пятый У нас Были Вдоль Шестой То есть Примерно Шесть Полос В одну сторону В одну сторону Без встречи Представляете Ширина В маленьких Азерландах Такая широкая дорога Зачем Ширина Ведущая Ведущая На Одессу Только дырала Надо Чтобы все было Чтобы люди Спокойно Разрозлились Смотрите Там свет Ему включили Чтобы Страшно Не было Да Все-таки Забираем Этот сон Ребята Физические Силы На исходе Ой Я думал Потерялась Собачка Мы Двигаем Домой Бензин 2 евро 19 центов С Новым Годом Называется Да Выглядит Машина Десятый год Ощущается Ребята Только что Новости Просчитал 13 погибших Черниговская Маршрутка 13 погибших Вот эти Маршрутки Это просто ужас Я вот смотрю Как в Европе Все это сделано Если люди Ехали бы В автобусе Жертв было бы Конечно Гораздо меньше Я так думаю Я просто хочу Сказать ребята В каком Какой иллюзии Безопасного мира Мы все с вами живем Если вам кажется Что вы можете Защитить своего ребенка Близкого Ничего подобного Вот Чиновник не посыпал Дорогу И Погибли люди Просто погибли Просто они Не должны были погибнуть Понимаете Раньше 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 Тебя мог съесть Там Динозавр Какой-то А тут 13 человек Вот вам Статистика Ребята 10 человек В день 13 человек В одной маршрутке Это просто В голове Не укладывается Просто Это ужас Это просто ужас И сейчас Сделают водителя Виноватым Фух Мои соболезнования С семьям Погибших Это просто ужас Я въехал в Германию Или я в Германию въехал Расход Ребята Вот я еду По магистрали 4,6 Со скоростью 30 Чуть меньше Путища Броза Штат Путища Путища Пожалуйста Германия Дизель Евро 44 Доброе утро Можно так сказать Поспали мы часика 34 Друзья Вы знаете Еду Думаю Про эту трагедию В которой погибло 13 человек В маршрутке Никто же об этом Не скажет Что маршрутка Переделанная С грузовика Топорным способом В пассажир Скорее всего Что там нарушены Все Все нормы Безопасности Об этом и молчат Журналисты Об этом не будут говорить Вы знаете Я перед этим Снял В Германии Обратим внимание На автобусы В которых Возят людей Общественного транспорта Красивые Шикарные Автобусы И Посмотришь на наши Львовские Автобусы Это просто жесть Как относится Власть Своим людям Это же они Могут Завести Хорошие автобусы Эта война Эта война Продолжается Да На летней резине Весело Мы въехали в Польшу Это уже Польша Друзья Раза зима Зеленая трава Такая относительно Терпимая погода Здесь резкий Снег Холод И на летней резине Ну Меганчик Красавчик Ни одной ошибки У нас не выскочило Ну все штатно Так Ну и пользуясь случаем Ребята Нас уже 20 тысяч Я честно говоря Сам в шоке Не ожидал Вы знаете Там Говорили О блогер Привет Ну как-то я Ну Это как Знаете Как Стеснялся что ли Ну как-то неудобно Ну какой блогер Я думаю Снимаю видео Вам Делюсь с вами Своими историями А тут уже вроде 20 тысяч Думаю Может действительно я блогер Может действительно Получилось Ну Диана 20 тысяч Вот ощущается Уже степень ответственности Конечно Ну 20 тысяч Это не 5 тысяч Все таки Я вам скажу Я до сих пор помню Как позвонил Мой знакомый Я рассказывал ранее У меня есть популярный ролик Который набрал 2,5 миллиона просмотра Ну там 2 с хвостиком И вот он мне звонит Такой и говорит Коля Я говорю Что Твой ролик набрал 100 тысяч Я такой Ну и что Да как это Ну и что Это много Я говорю Ну да ладно Проходит неделя Коля Я говорю Что 200 тысяч Я говорю Ну и что 200 да и 200 Как-то так Потом звонит Полмиллиона Я такой Думаю Блин Наверное Это много Потом раз И уже начали Звонить С телевидения С передач Разных Там С Америки Начали писать Чтобы этот ролик Выкупить Тут я уже понял Что да Что-то в этом есть Но отказался Из-за своей скромности Поехать на телевидение И видите Все равно Отказался И через время Все равно Стал Как ни крути Узнаваемый Блин Хотя я всегда был По ту сторону Камеры Здесь Всегда А я не знал Что говорить А тут Видите Опыт пригодился Как говорится Я рад Что вам нравится Наши приключения Наши истории Этот раз Все прошло В принципе Достаточно Штатно Иногда Вот эта ситуация С Мерседесом Меняет в корне Всю ситуацию То бишь Если бы на Мерседес Были бы документы Возможно Мы бы его не купили Мы поехали Еще два смотреть А на следующий день Или в тот же день Нам продавец сказал Что приехали Еще люди Его хотели купить И получается Мы его Забронировали Но так как Мы его не смогли Купить и уехать домой Мы поехали Искать еще машину Нашли мы Этот Меган Потом уже По накатанной Нашли Тусоны Рядышком Ну и как-то Вот так вот Завертело Закрутилось Ну не всегда Так получается Ребята Но Кто ищет Тот найдет Хорошие машины Есть И видите Климат Почему шанс найти В Нидерландах Целую машину Больше Например Чем в той же Польше Или в Германии Видите Гололед Какие сложные Метеоусловия Ну в Нидерландах Такого нету Да там Выпал снежок Так слегка Знаете Ну Ну вероятность Попасть В ДТП Ну на хорошие Проценты Меньше Чем В наших Регионах В той же Польше В той же Германии В той же Украине Ну вот Наверное Поэтому И Нидерланды Она компактная Страна И там За день Можно сделать Хороший Шок Работ Поэтому Пока мы Остановились На Нидерландах Нам нравятся Какие-то Машины Продавцы Очень классные В основном Если ты попадаешь На Нидерландца Коренова Это супер Это всегда Приятные люди Всегда Вежливые Хорошие Продавцы И ты понимаешь Что в какой-то момент От тебя просто Ничего не зависит Вообще ничего Это самое страшное Это какая-то Война машин Против людей Честное слово Я Еще раз напомню В Украине Погибает 10 человек в день И Эта авария Яркий тому пример 13 человек в день Погибло Представляете 13 За один день И это только В одной области Друзья Всем привет Между Этим видео Которое закончилось Я уже не помню Чем оно закончилось И видео Сейчас Прошло Примерно Три дня Три дня И Была пауза Такой легкий отдых Мы снова в работе Мы едем на таможню Так Друзья Что вам сказать И я попался Выскочил на секунду Сказать На фуре Человеку Что я подъехал Я попросил место занять И поехал в бедренку Возвращаясь Говорю Все я подъехал А он поляк А мне знаете Как интересно Мы разговорились И тут гражданская машина Подъезжает Штраф 100 евро 100 злотых Я говорю Блин Ребята Первый раз Вот так без жилетки Я быстро выскочил Они говорят Ну ладно Если первый раз Типа Больше проблем Ну вы поняли Поэтому Говорит Мы лучше тебе Напомним Что надо жилетка Ну классно Такие ребята хорошие В общем Контакт такой Приятный Произошел В общем Такая ситуация Так что Берегите себя Одевайте жилетки Видите Я сам про жилетки Людям дарю А сам проигнорил Жилетку Ну признаюсь Виноват Час 10 Польская сторона Все прошел Висела база Только сейчас Пошло движение Люди стоят на улице Просто на улице В очереди Я в шоке Колени позамерзали Я не понимаю Как можно так Какие условия Создавать людям В наше время Просто не понимаю Пришла ваум Интересно Сколько он проработал С таким потоком Все ребята Украина Welcome Во второго ночи Постучал пограничник Не здравствуйте Не добрый вечер Не Welcome Ukraine Просто дал мне бумажку Я поздоровался Он не ответил В принципе Я на него не обижаюсь Потому что ему холодно Садить здесь Под открытым небом Раздавать бумажки Наверняка он ненавидит свою работу Мне бы такая работа Точно не нравилась Моя работа Мне нравится Ему точно не нравится Еще этот калашник Пулемет вы повесили Еще патроны Знаете так вот так Патроны Вот так патроны Ну зачем ему здесь автомат Скажите пожалуйста Ну почему у тех Пистолеты У этих автомата Знаете очень долго В советское время Вот у моего отца Была рубашка С длинным рукавом И аж в каких-то там Годах Вели рубашки С короткими рукавами Потому что там Какой-то Дошел человек До верха Который Понимал Что это неудобно И принял Такое решение Чтобы были короткие Вашки офицеров И можно носить Солнцезащитные очки Это кошмар конечно Еще бы маленькую пушку С собой носил бы Знаете так на воздухе Максим пулемет Туда пошел с пулеметом Сюда пошел Гранатами бы еще Обвешивали Муху сзади Реальность друзья Гололед Дорога не посыпана Разбивайтесь Ух ты Екатерный театр Разбивайтесь На здоровье Я в шоке Просто Просто по льду еду Офигеть Вот вам разница Понимаете Между Европой И Украиной Только въезжаешь И Въезжаешь В Украину И понимаешь Что здесь Просто Бардак Ребята Безответственность Безответственность Халатность Вы знаете Едешь По такой дороге И У меня недавно Разбились Муж и жена Буквально Неделю Неделю Полторы назад Знакомые Близкие Мои ребята Очень Позитивные Очень хорошие Пара Всегда Вместе Ну такие хорошие Я еще неделю До этого С ними встречался Привет Привет Как дела И вот я в фейсбуке Смотрю Что ребят Уже И нету Просто лед Просто лед Скорость 60 На встречке Стоит олененок Я Увидел Что испугался И В какой-то момент Он нарезка Кинулся Под машину Удар Пришелся мне В двери Куда-то Я еще не видел Сейчас с вами Остановлюсь Посмотрим Вот вам Ребята Дорога Все что хочешь Надеюсь С олененком Все нормально Со мной Шла фура Я Не знаю Что там Ну что Друзья Всем интересно Посмотреть На встречу С олененком Такое бывает Ничего себе Я его еще Я его зацепил Краем крыла Такой был удар И реально Все окей Боже Слава Богу Живой Ребята Вообще Я вам Покажу С этого Видео С регистратора Какой был удар Остался Вон Пух От него Смотрите Беденький И фара Целая Все целая Смотрите Удар Пришелся Касательный Наверное Фару Вот Следы Я думаю Царапин Не должно быть Бедненький Как не было больно Я надеюсь Он под фуру Не попал Друзья Мы на терминале Машин Как всегда Много Много Которые Долго Стоят Смотрю Друзья Делюсь С вами Всем Я иду В лучший Ресторан В Украине Грузинский Ресторан И он Находится Вровно Лучше Грузинского Ресторана Я не находил Даже В Грузии Вот В чем Прикол Понимаете Даже В Грузии Я не Нашел Лучше И самое Парадоксальное Что повар Там Украинец И я Туда иду Потому что Там Посмотрите Как красиво Ну вы посмотрите Как красиво Это же просто Шикарный Заезд Да Я уже Близко Он у меня Скажем На одной Линейке С голландской Селедкой Ребята Вот честно Вам скажу Я вообще Не гурман Но в данном Варианте Это просто Селедка Вот такой Вход Вот так Красиво Сегодня Здесь На входе Ребята Уже Новогоднее Настояние Ёлочки Нагрежают То что Здесь Классный Интерьер Это Понятно Влияет На аппетит Но то что Здесь Очень Классное Обслуживание И классный Повар Ребят Я Ну зайдите Сюда Попробуйте Хачапури По-аджарски Это Просто Обедение Как он Его готовит Очень Вкусно Друзья Еще Чикмырули Попробуйте Кстати Мы были В Варшаве В ресторане И его Там Не оказалось И грузинский Повар А здесь Есть Вот скажите Пожалуйста Всем Приятного Аппетита Смотрите Какие Классные Залы Здесь Есть Вообще Просто Класс Ребята Очень Очень Рекомендуем Хачапури По-аджарски И Харчо Очень Вкусно Ну и Самое Самое Ценное Что В этом Ресторане Как Не Как Не Странно Это Цены Ребята Я Когда Сюда Зашел И Увидел Студентов Я Подумал Нифига Себ Мажор Но Когда Мне Принести Счет Я Был Очень Очень Приятно Удивлен Поэтому Едьте Сюда Не бойтесь Здесь Все Все В гармонии Наелся Друзья Как Поросенок 248 Гривен Прайс Харчо Чай С Облепихой Аджика По Хачапури По-аджарски Смотрите Какая Очередь Друзья На Терминал Ну Друзья Тусочек Уже На Терминале Ждет Нового Хозяина Два Раза Его Бронировали Два Раза Что-то У людей Там Планы Менялись Как-то Так Бывает Такое Сейчас Вот Третий Звонок Уже Много Литовских Автомобилей Ребята Очень Много Ташкай Вольсваген Польские Даже Есть Польша Тоже В общем Со всей Европы Тянут О Даже Финны Даже Финны А это У нас Француз Что-ли А вот Финнами Ребята Приключения Ребята У финнов Для того Чтобы Загнать Автомобиль Нужно Его Сначала Въехать В Украину А потом Они Снимают С учета А наши Таможенники Протестуют Говорят Машина Не снята С учета Мы пропустить Не можем Замкнутый Круг Я узнаю Чем Это Закончилась История На таможне Вот Я вам Сейчас Расскажу Потому Что Сегодня Эта История Имела Место Быть Желтый Мне Вернешь Чтобы Я снял Я случайно У Тани Встретил Подписчика Который По моей Рекомендации Растаможился У Тани Это Та самая Финская Машина Которую Не хотели Пропускать На таможне Ну Пропустили Все нормально Человек Растаможился Доеду По Варшавке Уже Кого-то Там Тормозят Фура Фура Интересная Что-то Фура Там Внутри Такие Бандиты Ребята Они Вот Здесь Так Ловят То Что Буз Без Номеров Подсветки Такое Делают Копейки Так Друзья Друзья Всем привет Выходные Пролетели Сходили В баньку Светил Друзей Сейчас Еду К Саше Повару И Сейчас Проверим Походовой Тут Что-то У нас Тарабанит Людям Которым Просто Доверяешь Заехал На диагностику К ребятам Которым Доверяю Сань Как тебе машина С 16-го года Сашка А сколько денег 10-800 На отдачу 10-й? Да 16-й год Да А гайка Какого года Купил 13-й за 8 А это 18-й 16-й 16-й 18-й 180 Пыльнички нормальные Да? Какая-то тяжкая Наверное Прям как будет Шарабанит Конкретно Причем Девушка Купила ЦРВ За 10 тысяч Долларов На автомате 95 тысяч Пробега Она украинская 95 тысяч Пробега С салона А где она у тебя? Без единого Подкраса Она ее купила У подруги А та купила Теслу Сейчас опять Уезжаю Раздерут Едешь Куда на Киев Или туда же Салон Уже На Киеве Салон Страховку На всякий Да нету Нормально Та нету Та нету тоже Нормально Это удар был Да Сейчас Где-то Она ригнула И удар был И потекла Да Будем говорить Да Это нормально Да Я понял Вот ребята Машина 16 года Так купите машину Чтоб поездить Все равно Видите У каждой машины Есть нюанс У каждой Абсолютно У кого-то И каждый раз Он повторяется У это нюанс Замена стойки Доматизатор сухой Тружина целый Все Блоки на месте Сзади Тут просто балка Ага Мотор сухой? Да Сухой Сухой Ну все Что менять надо Приехал год поезду Поменял 8 дисков А потом кажется равнять Он все равно Пришел к нашим К нашим реалиям То есть он сначала Менял Покупал новые Выбрасывал А потом 8 дисков 8 дисков Поменял Обалденная информация Вот это да Блин На Житомирской трассе Есть яма Саша говорит Никто человек Уже привез оттуда колеса То бишь яма Приносит Своего рода Деньги Но мы этому не радуемся Потому что Сами мы ездим По этим же дорогам Почему автомобиль С Европой Потому что Они приходят Оттуда 100% С целыми дисками Неваренными Потому что Там диски не варят Видите Человек 8 раз Поменял диски На новые Потом пришел В итоге Ремонтировать Все Мы выехали на трассу Продиагностировал машину Ребята На ней надо Стоечку поменять Туксо На дугах Опять Резерв Уже третий Люди В пятницу Хотят выезжать Так что Если все Сложится хорошо То Туксо К моменту Выхода Видео Будет продан Все Счастливой дороги Ребята